Одно из самых больших проблем для меня, когда я бросал бухать, это было перестать пить пиво. Ну то есть как-то вот водка, вот это все, оно как-то само отошло. Но вот пиво это было просто, ну я не знаю, но у меня был реально период, когда я не мог заснуть, пока не выпью бутылку пива. И он продолжался очень долго, поэтому, но это было давно, перестал пить пиво на самом деле, но душа-то, душа-то она помнит, душа-то она помнит. Поэтому каждый раз, вот в Москве ко мне на экскурсии ходил замечательный парень, привет тебе, кстати, с пивоварни. Каждый раз, когда я вот попадаю в такие места, у меня ёкает сердце. А сейчас, как вы знаете, вот в больших городах плю не попадешь в крафтовое пиво. Вот все такие вот, все такие, знаете, стали фотографами и пивоварами. Но, как вы понимаете, как любое производство, это крайне сложный процесс. Тем более, есть ещё государство наше любимое, которое всегда очень помогает, значит, малому и среднему бизнесу, в кавычках. Но что это иногда помогает? Ну, вот сейчас мы по этому говорим. И вот мы сегодня в гостях как раз у казанской пивоварни, и, собственно, вот парни сейчас сами всё расскажут. Ну, во-первых, представьтесь. Алексей, Алексей Ерин, Денис Гляньевич Пивоваров. У нас всё в точку. У нас Роман Бражников, кстати, работает. То есть, прям вообще всё серьёзно. Но это не специально. То есть, мы не для маркетинга это всё делали, просто в течение жизненных обстоятельств. Вопрос, на самом деле, первый очень простой. Самый, с чем чаще всего приходится сталкиваться в работе на пивоварне? Вы знаете, ребят, больше всего приходится сталкиваться с чистотой. То есть, это вот основа. Потому что пивоварение, несмотря на то, что выглядит как, ну, с точки зрения, возможно, вот человека, который отдалённо это всё выглядит, смотрит на это всё отдалённо, выглядит как некий романтический какой-то такой эпический процесс. На самом деле, когда ты повторяешь одно и то же большое количество раз, основной момент это повторить чистоту. Если ты повторил чистоту, скорее всего, у тебя всё будет неплохо. Ну, соблюдя правила, как классическое, еврей, не жалейте за варки. Вот, то есть, если... Вот как раз этот случай. Это, кстати, безалкогольное пиво безумно вкусное. Я никогда не думал, что безалкогольное пиво может быть таким вкусным. Хорошо. Значит, сколько существует пивоварня, через что приходилось проходить в процессе её становления и так далее? Вообще, я думаю, какой? Четвёртый, наверное, год имеет смысл считать, да? Если второе место, то пятый. Пятый? То есть, мы пробовали варить много где, скажем так, от кухни. Это всё начиналось, в нашем случае всё начиналось от кухни. У нас были моменты, когда мы пытались производственное помещение на арендуемых площадях как-то это сделать. Но вы поймите правильно, мы начинали больше от идей, чем от... Это не структурный бизнес-подход. У нас это начиналось от идей. И оно, в общем-то, продолжается от идей. Основная движущая сила – это идея. А вообще, идея, она вокруг момента, что нужно производить, не только потреблять, а производить. И по мере сил развиваемся, что-то получается очень хорошо, что-то получается совсем хорошо. Но есть моменты, конечно, над которыми мы работаем. Вот. То есть, вот так. А с чем приходится сталкиваться, но я уже сказал, это чистота. Основная. Секрет хорошего пива. Я уже обозначил в предыдущем ответе, это же все из анекдота. Секрет хорошего пива, я не помню точно, год 1470 или, ну, скажем так, это 15 век, когда был издан закон о чистоте пива. И секрет пива был раскрыт еще в нем. Что, ребят, не надо ничего лишнего добавлять, но вы, пожалуйста, то, что нужно добавлять, по норме добавляйте. И то, сколько нужно держать, вы тоже по норме держите, и будет вам результат. Ну, и можно рассказать про душу, про многое, что можно рассказать, о какой хозяйке, какой борщ. Но так или иначе, не то чтобы повторяемость технологических процессов, а, наверное, честность. Честность, наверное, да? То есть, чтобы по норме было насыпано, это же как? Это же ключевой фактор, это честность. Вот, наверное, и так. Насколько сейчас вообще люди стали разбираться в пиве, и как бы вы вообще охарактеризовали категорию тех людей, которые являются потребителями именно пива в домашней пивоварне? У нас, оговорюсь, оговорю момент сразу, да, у нас не домашняя пивоварня, все-таки у нас это производство. То есть, мы этот момент, когда мы были домашней пивоварней, мы переросли. Про людей вот Денис Геннадьевич на самом деле лучше скажет, потому что он в людях… Вопрос был такой, как стали ли люди больше разбираться в пиве? Стали ли люди больше разбираться в пиве и дать характеристики основным категориям потребителей пива сейчас? Мы не можем утверждать, что люди больше стали разбираться или меньше стали разбираться в пиве. У людей выбор появился, и поэтому они стали разбираться в каком-то другом пиве еще. Очень часто для людей критерием разбора пива – это с путешествий страны, в которых они бывают. То есть, если здесь многие люди, особенно старшего возраста, они были под железным занавесом и пива у нас было только одно – это жигулевское. В принципе, очень хорошее венское пиво. Геннадьевич, я тебе как технолог, ответственно, заявляю, там по ГОСТу написано «В жигулевское можно добавлять сахар». Да, совершенно верно. Жигулевское пиво – это пиво, которое когда-то называлось венское, но по политическим соображениям его нельзя было называть венским в Советском Союзе, поэтому оно стало жигулевским. Но не суть. То есть, раньше у людей не было возможности просто разбираться в пиве. И сейчас, когда люди стали путешествовать, и когда пиво путешествует к людям, люди стали больше разбираться в пиве. И вот здесь как раз-таки и кроется корень зла такой определенный, почему мы есть. Мы изначально, когда начали варить пиво, нам не пытались варить какое-то уникальное пиво, необычное, нет. Мы решили варить пиво, которое нравится нам самим. И мы для себя определились, что нам нравятся стауты, темное пиво, и нам нравится пшеничный вайзен. Вот от этого все и заплясало. И когда пиво, когда я говорил про то, что пиво стало путешествовать к нам при помощи компаний, при помощи баров, там, хорики и так далее, когда из-за границы нам привозят пиво, и мы можем его попробовать совершенно спокойно, из любой страны мира мы можем попробовать пиво, то мы пьем пиво, которое подготовлено к путешествию. И вот мы для себя поставили задачу, что мы делаем пиво, которое нужно здесь пить, здесь и сейчас. То есть, drink local, пей местное. В этом, кстати, огромный момент, огромный момент, не совсем правильно сказал. В этом момент, да, то есть пиво, это вообще, это же живой напиток, по большому счету, да. Где мы его сварили, там, в общем-то, оно и наиболее вкусно. Если кто-то старый квас от бабушки помнит, точнее, ну, квас от бабушки, он всегда хорош там, где он был сделан. С пивом то же самое. Ничего вы нового не придумаете. Этому напитку уже более трех тысяч лет. Ничего. Такое было применено решение. То есть, вот мы поняли для себя, что нам нравится, грубо говоря, английское пиво и немецкое пиво. И понимая, что ввозить пиво бесполезно, потому что оно не доедет, поэтому было принято решение нормальное. Здесь, из ингредиентов, которые используются в этих же странах, делать конечный продукт здесь. То есть, браживание и фильтрацию, и все остальное делать здесь. И тогда мы получаем очень интересный эффект, что вы пьете очень хорошее пиво. Оно хорошее потому, что оно сварено здесь, из тех ингредиентов, которые же используются и в тех странах, в которых оно было. То есть, в этом честность заключается. А если все-таки говорить про категорию граждан, которые потребляют пиво, или вот которые там ваше пиво покупают, а есть они? Если мы сейчас по категории граждан, да, не ответил на этот вопрос, есть люди, кто пьет масс-маркет, то есть пиво, которое делается в больших заводах. И есть категория людей, кто пьет другое пиво, да, старается пить другое пиво. Но не мешает людям, тем, которые пьют другое пиво, пить обычное пиво. Пиво, оно очень разное. Очень разное. И точно так же люди, кто пьют обычное пиво, они пытаются познакомиться с другим пивом. Мы не говорим, что это крафтовое пиво. Мы просто говорим, что это другое пиво, сделанное по-другому. У нас, кстати, в основном элевое сбраживание, да, потому что крупные производители, они очень, скажем так, специализируются на лагерах. Мы лагеры не делаем, не потому что мы не любим лагера, лагера хороши, но так получилось, что нам как-то исторические технологии, они нам ближе. И в рамках этих исторических технологий мы, собственно, и саморазвиваемся. Как-то так. Если... Вот про людей, да, я так скажу. Очень большой процент людей, которые к нам приходят, скажем так, из около ближайших разливаек, они остаются с нами. Я не могу сказать, что этот человек выбирает наше пиво всегда. Это не так, потому что бывают моменты, когда просто вот в магазин зашел, вот оно... Но если уж попить, как бы пивка в компании, здесь у нас клиент, конечно, выбирает, потому что мы готовы предложить то, что люди, точнее, что большие компании не могут себе позволить в рамках сложной конкурентной борьбы между собой. Потому что, как мы знаем, да, чем кривая спроса и предложения, я же никто не отменял, и большая компания, она всегда гонится за тем, чтобы максимально экономично выпустить свой продукт, а мы где-то можем отойти от этих экономических реалий и можем позволить себе выдерживать там не 14 дней, а 38, 40, какие-то пива и дольше стоят. То есть, как-то так. Мы можем предложить какие-то хорошие эксклюзивные вещи. Я попробую еще раскрыть ответ про категории. Категория людей очень сильно зависит от культуры питья. То есть, у нас, извиняюсь, что я отвечаю так вот издалека, да, у нас культура питья на территории СНГ, она связана больше с водочной, да, то есть, ну, так произошло, Великая Отечная война, там, какие-то события, да, и прочее там. Но пиво, кстати, и дороже, вообще, если отлично. Пиво воспринималось как некий полироль, то есть, когда нужно отполировать, и пиво без водки, деньги на ветер и так далее. В стране были определенные этапы, когда стала развиваться винная культура очень сильно. Если раньше винной культуры в Советском Союзе практически не было, это было советское шампанское и какие-то вина, которые марочными назывались почему-то. И вот винная культура, она стала очень хорошо прерываться, ну, в какой-то определенный период экономического роста винная культура зашла. И когда мы начинаем заниматься, когда мы говорим про пиво, на самом деле нужно сравнивать с вином и с винной культурой. То есть, это те же самые механизмы показывают людям, что продукт должен правильно перемещаться, да. То есть, допустим, вино из Нового Света в контейнере морском приедет в лучшем качестве сюда, чем привезённое из Франции на фуре и так далее. И пиво, как и вино, подразумевает многосортность. То есть, если водка, она всегда водка, то пиво и многостильность. Да, и многостильность. И под это дело подтягивается кухня и так далее. То есть, пиво воспринимается уже как более благородный напиток. Потому что раньше было у людей подсознание, что пиво это... Да, это представление о том, что пиво это какой-то там условно недорогой напиток, это неправда. Потому что, если мы какие-то бельгийские сорта берём, которые до сих пор сбраживаются по тому же самому принципу, по которому сбраживается шампанское, ребят, это полгода, год, два года есть пиво, которое сбраживается несколько лет. То есть, это просто ингредиент изначально иной. А вообще это тот же самый сахаристый продукт, который в итоге превращается в алкогольный. То есть, это нужно развеять миф в головах людей о том, что пиво это какой-то условно масс-маркетный напиток, это не так. И нам пришлось пойти по тому же самому пути, ну, в принципе, это нормально. Как и виноделан, объясняя, что есть что-то ещё, и что этот продукт, он интересен, и фактически затаскивать в секту. То есть, мы никому не убеждаем, что пиво это хорошо, естественно, чрезмерное употребление пива вредит вашему здоровью однозначно. Это однозначно. Вот, но что оно может быть другое, мы пытаемся показать. Что, допустим, пиво это не обязательно жигулёвское с воблой, это может быть стаут с пломбиром, допустим. Или вайзен с бананами, ну, всё что угодно. И что человек может просто получить другие эмоции. И, конечно же, большое количество людей перековывается. То есть, если в какой-то момент у нас в стране люди перековались на вино, то сейчас люди перековываются на хорошее пиво. Ну, это очень хорошо. Есть какие-то региональные особенности вашей деятельности? Я имею в виду, ну, пивоварни по всей стране есть, да? Но, тем не менее, если мы говорим конкретно про Казань и Татарстан, вот, всё равно, где бы вы открыли пивоварню свою, там, в Москве, Питере или Казани? Или всё-таки есть какие-то нюансы? Нюансы они в любом случае есть, они всегда есть. А вообще, мне Татарстан нравится. Вообще, вот, если политику последних лет именно по пивоваренной отрасли проследить, я могу следующее отметить. В тот момент, когда у нас завод «Белый Кремль» появился, изменилась и политика. И политика, на мой взгляд, как на взгляд производителя, она изменилась в лучшую сторону, а не в худшую. Потому что то количество пива, которое ввозилось в республику и было условно-посредственного качества, которое продавалось где-то без ЕГАИС, ещё что-то, ещё что-то. В тот момент, когда Татарстан задумался о том, что на территории республики должно быть собственное производство пива, и оно должно быть достойного качества, и это должен быть наш хороший, весомый татарстанский завод, одновременно с этим была организована Пивная ассоциация Республики Татарстан. И, в общем-то, если первоначально у нас было непонимание того, как работает механизм, то сейчас от нас, как от производителей, я могу только слова поддержки сказать. Ребята, большие молодцы, и они правильное дело делают. То есть, вот если вы к началу разговора вспомните, что относительно того, что мы говорили про государственную поддержку, вот это как раз тот самый случай, когда производителю, в общем-то, государственная поддержка, пусть опосредованно, но наоказанно. И те люди, которые работают в пивной ассоциации, Ринат Касимович Акчурин, это достойные люди, они нам действительно помогают, и советом тоже, что очень важно. А в нашем деле совет много значит. А если мы теперь абстрагируемся от пива, и вообще поговорим про город Казани, именно как город для жизни. В чем его особенности, на ваш взгляд? Можно я отвечу? В Казани есть одна особенность, и очень большая проблема. Когда ты живешь в Казани, у тебя нет возможности на машине съездить на уикенд в какой-то интересный город. Потому что ты живешь в самом интересном городе в радиус тысяч километров. То есть, если ты живешь в Ульяновске, ну, в каких-то вот рядом городах, у тебя есть возможность посетить очень интересный город, посмотреть архитектуру, покайфовать от природы, от людей, от развлечений и так далее. А у нас нет. Потому что вам повезло отчасти. Это и есть. Нам повезло, да. Казань – это круто. Казань очень хорошо. Я поддерживаю тезис о том, что Казань – это круто. Я это говорил в предыдущих видео. И в этом видео, в общем-то, тоже готов поддержать это обеими руками. Ну, спасибо вам за столь интересный диалог. Мы еще нальют. Мне еще нальют.